Мы достаточно часто на нашем канале разбираем различные оборудования, и это видео не станет исключением. Сегодня в очумелых ручках разбор вибротрамбовки, в простонародье виброноги. Тор РМ-80. На канале уже есть обзор на РМ-75 и сравнение с моделью ТМ-80, а также на множество другого строительного оборудования. Ссылки обязательно оставим в описании. Вибротрамбовка это ручной строительный инструмент, предназначенный для уплотнения грунта и грунтовых покрытий. Они бывают электрические, дизельные и бензиновые. Электрические вибротрамбовки экономичны, не создают выхлопов и просты в обслуживании, правда привязаны к электросети. Дизельные агрегаты наиболее мощные и производительные, оптимально подходят для масштабных работ. Из минусов вес и стоимость. Бензиновые модели – самый популярный и распространенный тип вибротрамбовок. Эти агрегаты сочетают в себе мощность, мобильность и простоту обслуживания, но по экономичности уступают дизельным моделям. В нашем сегодняшнем видео как раз таки бензиновая модель. На ее примере мы сегодня покажем, как устроена вибротрамбовка и расскажем о принципах ее работы. Начнем с внешнего вида. В верхней части мы видим защитную раму, на которой расположена рукоятка с управлением газа и также есть бензобак. Ниже мы наблюдаем двигатель, который крепится к редуктору. Под редуктором располагается рабочая часть вибротрамбовки, а именно рабочий амортизатор с защитным чехлом и башмаком. Ну что, разберем? Отстегиваем верх, а точнее отделяем раму и двигатель от рабочей части. Сначала снимаем ручку газа с рамы. Далее снимаем раму, на которой расположен бензобак. Отсоединяем двигатель от редуктора. Про двигатель мы уже неоднократно рассказывали в наших роликах. Куда интереснее, как устроена сама нога. Раскрываем и снимаем редуктор. В редукторе у нас виден шатун и центральная звездочка, которая передает вращательный момент на шатун. Отделяем редуктор от нижней рабочей части. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем палец. Снимаем наружную гильзу и кожух. Вытаскиваем направляющий цилиндр и сливаем масло. Остается у нас опора с цилиндром поршня и подошва. Снимаем саму подошву. Сам цилиндр мы разбирать не станем по одной простой причине. В нем расположены сжатые пружины, которые давят в разные стороны. По сути необходим специфический зажим, чтобы при откручивании болтов поршень не выстрелил с огромной силой. И не дай бог не травмировал вас. Посмотрите в интернете, как выстреливает такой цилиндр. Мало не покажется. В нашем случае по данным вибротрамбовкам обращались очень редко. А по нижней части вообще не поступало запросов. И даже если потребуется какой-то ремонт в цилиндре, мы просто заменим его блоком. Итак, вкратце, как же это все устроено. Наливаем бензин в бензобак. Заводим двигатель. Крутящий момент передается в редуктор, где преобразуется в толкательные движения в поршне. От чего у нас складывается эффект вибрации, передающийся на ваш маг. И мы таким образом трамбуем необходимую поверхность. Вот таким образом устроена вибронога. В целом, ничего сложного. Однако, будьте осторожнее, если надумаете разбирать цилиндр. Делимся своим опытом и мнением. Пока. Сегодня в очумелых ручках. Все, сегодня в очумелых ручках. Ху. Блин, блин, блин. Брум, брум, брум. И расскажем о принципах б***ь ее работы. Хотя бы на эти коротенькие. На коротенькие семь дней.